Тяжело быть профессиональным бардом Ну как вам сказать насчет профессионального барда? Дело в том, что я выступаю как автор. Я когда-то, вот было время, когда я выступал вместе с разными коллективами. Я работал в длинн-концерте и ездил в гастроли. То есть отделение они, отделение я или с ними вместе. Иногда они даже мне играли. Но это было какое-то время, так лет пять, наверное. А в основном-то я выступаю сам один. Не как профессиональный бард, а просто как раньше. Меня приглашают, я выступаю. Иногда это идет через лент-концерт, иногда это идет через общество знаний, иногда через какое-то другое там общество. Но я в принципе сейчас как профессиональный бард и не выступаю. Я выступаю просто сам по себе. Ну понятно, как артист. Ну как артист, как автор песен. Артист, автор песен. Но артист трудно. Артисты, они же выступают с другим репертуаром. Они, ну, программа у них, она меняется. Они в костюмах выступают. Они на какой-то худсовет у них, худрук там их ставят. Я же не артист. Я сам себе начальник. И я выступаю со своей гитарой, со своем костюме, со своими песнями, без всякой режиссуры. Как вот, ну, скажем, такой же профессиональный, скажем, Юрий Ким, Булата Куджава. Они так же точно выступают, они тоже профессионалы. Понятно. Я профессиональный автор. Да, так вот, раз вы профессионал, а любой профессионализм, он в какой-то мере предполагает не только творчество, вот, ну, по велению сердца, по велению души, а и по заказу. Вот вам когда-нибудь приходилось сочинять песни по заказу? Нет. И если приходилось, то часто ли? Никогда в жизни я не написал песни по заказу. На чем очень много потерял. Я никогда... Заказов-то было много. Радио, кино, телевидение, театр. Но я не писал по заказу никогда. Профессиональный автор, я имею в виду, что профессиональный, что за это деньги платит. Но всем платит деньги. Скажем, Булат Куджава получает деньги за свои стихи? Я получаю за свои стихи. Он получает в авторских правах, что его песни поют, и я получаю. Мы совершенно одинаковы. Я одинаково со всем любым человеком, который за свое творчество получает деньги. В этом есть профессионализм. Я просто автор песен, который в силу обстоятельств оказался на сцене, потому что выбора не было. Я должен был тренером по фигурам катания оставаться. Это моя основная профессия. Или петь песни. Но совмещать с другим невозможно было. Отнимать очень много времени эти выступления. Поэтому я выбрал выступать, поскольку мне это лучше получается. Я стал песни петь. Но в смысле профессионального трудно сказать. Я ничего по заказу не делал. И мало того, у меня программа одна и та же. Вся моя программа – это вся моя жизнь. Как вот она началась, с этого я начинаю свое выступление. И каждый раз как последний отчет о том, что я сделал за всю жизнь. Значит, первая песня. И до самой последней песни я все пою в концерте. Когда пишете песни, вы их пишете от своего имени? Или вы каждый раз перевоплощаетесь, входите в какой-то образ? Или герой песен вы сами? У меня одна тема. У меня культ личности. Герой своих песен всегда я. Положительный и отрицательный – это всегда я. Другой темы у меня нет. Все мои песни абсолютно личностные. И поэтому они иногда трудно исполняют. Вот эстрадный перевес даже не берут некоторые мои песни. Да не взять. Они, понимаешь, если он будет петь, это будет нечестно выглядеть. Поскольку у меня столько там написано, что это я, что другому становиться на мое место просто неудобно. А я в чужую шкуру влезать не умею просто. Мне еще со временем Владимир Лосоцкий сказал, что, Юра, вот я, говорит, умею влезать в чужую шкуру. Попробуй тоже. Я говорю, Володя, у меня ничего не получается. Я смог только про себя. Но так получилось. И теперь эти песни все время. Поэтому мне реперта «Артограничен». Про себя много не напишешь. А вот вы никогда не пишете песни на социальные и политические темы. Это ваша позиция или просто защитная реакция от этого всего, что сейчас происходит? И потому что вот какой-то... Мне за него вопрос, если ты странный кем-то. Может, я пишу только то, что умею. А я не умею писать такие песни. Может, хоть пилот, я хотел бы написать. Вот, может, я хочу написать блатную песню для популярности. А я не умею, у меня не получается. Я начинаю, я начинаю писать ее, все равно получу моя песня. Лирическая такая. Социальные песни я не могу писать, поскольку это тоже не умею. Я, может быть, надо писать, но как-то вот уметь это все делать. Скажем, рокеры, вот они лозунги умеют писать. Я не могу, я пишу лиричные вещи. Я не знаю почему, не потому что я этого не хочу, просто я не умею. У меня одна же была такая штука, меня попросили в свое время, заказ был такой, написать гимн, гимн, для первого домостроительного комбината в Ленинграде. Он получил огромную премию, он стал первым предприятием в стране, по своей отрасли. Им отвалили огромную денежную премию, они не знали, как ее приспособить, они решили заказать гимн. Вот нашли меня, меня еще там завещавского композитора, мне слова были задачи написать, я рискнул написать по заказу, поскольку уж больно заказ-то серьезно, во-первых, социальный гимн написать, про комбинат, а во-вторых, они обещали квартиру, но ради квартиры еще не сделаешь. И я, значит, мучился месяц и пытался написать гимн. У меня получились какие-то куплеты, смешные, совершенно гимнообразные и вообще никуда не годящиеся, так они что-то не остались, заказ не выполнили. Вот так, что у меня ничего, никаких социальных нет, у меня даже, у меня все про меня, про мои ощущения, состояния, то, что я вижу, то, что я слышу, про это. Иногда там даже, вот у меня нет конкретных указаний, про Ленинград ли эта песня. А вот в тексте можно понять, что это и про Ленинград. Но вот о городе ваша песня, она чем-то очень напоминает образ именно нашего города. Она вообще не о городе, эта песня, это песня абстрактная, там, это не город как таковой, это просто поиск мечты, желание стать более интеллигентным, более умным. Но мне кажется, что именно наш город, вот он, ну как-то вот можно его считать. Там он тоже считается. Но там такая штука, вот скажем, Академгородок Новосибирск, я же слышал, что это про них написано. Я не про них писал, но они эту песню объявили официальным гимном Академгородка Новосибирска. Уже услышав потом, я для них писал. Так что это она, вообще-то говоря, такая же, вызывает у всех определенные ассоциации, которые можно приписать и своим, собственно. Но я-то, конечно, ближе к городу, в Ленинграду все это писал, чем к Канемградку. Ну, это не город просто как таковой, это просто, так сказать, абстрактная вещь. А вам когда-нибудь приходилось выступать за рубежом? Выступать громко сказано, ну как. У вас были хоть какие-нибудь концерты за рубежом? Я вот был, ну как, за рубежом трудно. Вообще, скажем так, сначала я был в Чехословакии, только перед Чехами-то я выступал один раз, а там раньше было по войнским частям я ездил. А недавно я ездил в Париж, ну это было по частному приглашению, 40 дней я был в Париже. Ну там мне удалось выступить перед разными там людьми. Я выступал по телевидению там в Париже. Ну как выступал, одну песню спел. Ну не зная реакции телевидения там, ты поешь, а там где слышишь. А в зале, вот именно в зале перед публикой вы выступали? Да, перед иммигрантами нормально выступал. Но иммигранты-то они нас любят понимать. Французы-то и андаламщики сидят. То есть вы думаете, что Барт это чисто русский феномен, и иностранцу это уже будет просто неинтересно и непонятно, да? Ну тут не совсем, наоборот, я сказал, что Барт сначала, в принципе, был французский вот этот вариант. Только мы не знаем. Мы знаем французских шансонье и путаем их с Бартами. Но это не подлинные шансонье, это эстрадные артисты. Мы знаем Мирей Матеев, Евмонтан, Шарль Азнавур, там все это не Барт. Это эстрадные певцы. И песни их эстрадные, это не настоящие шансонье. Настоящие шансонье мне прислали пластинки, я давно уже знал эту историю, и там уточним тоже. Это, и они живут в самом Париже только. Известны только в Париже. И живут они так от силы полгода, в принципе, как авторы. Весь Париж в эти дни их поет. В каком-то кафе появляются все эти песни. Но они настолько локальны, эти песни, что они на мир не идут. Так же, как вот, скажем, Владимир Васильевич Высоцкого песен, во Франции не знают совершенно. Но иммигранты-то знают все. Все знают, а французы и не знают вообще. Они знают, кто такой. А потому что это все непереводимые вещи. Эстрадные песни переводятся, поскольку она состоит из общеизвестных слов. Любовь, Никогда, там, Жаме, там, Амур и там, и прочие всякие штыки, которые на всех языках известны. Поэтому они так их группируют. А вот, скажем, в Пятидесяти Высоцкого у Камори больше нет. Там есть такая фраза. А русалка взяла-родила. Пусть считается пока сын полка. Надо перевести, чтобы было смешно, надо перевести Катаева, чтобы сын полка, не знаю кто. Во-вторых, Пушкина. Там 33 же мужика, не желая из СНК, посчитается пока сын полка. Это смешно, но они не знают, 33 мужика, кто такие. Если переведешь, то будет неприятная история просто. На самом деле, надо Пушкина перевести Катаева, чтобы они знали, о чем хотели. Там внутри. Также точно я слышал Брасенца песню одну. Вот он, Барбел. Песню Брасенца, где на записи все смеются, хохочут, а в переводе этого нет. Там написано, там про кипящую кастрюльку, в которой пар там нагнетает, что-то такое. А там смех в зале. Я потом спросил, что там написано. Они мне говорят, что вот в этом месте. В переводе это нет, я читал перевод на русском. Они говорят, вот это намек на последнюю забастовку шоферов. А вот это переделанная фраза Полинера, которая знает, как же школьник. А нас это не стреляет, мы не понимаем, это чистые. Поэтому трудно переводимые вещи. Вот Кима трудно же перевести тоже. Только на иммигрантов. Амигранты, они прекрасные, они все знают, и нашими песнями дышат и живут. Юрий Алексеевич, а Вы не могли бы сейчас вспомнить самый яркий момент из Вашей творческой биографии? Ну, самый-самый такой. Трудно сказать, я даже не знаю. Но самый яркий момент для меня лично был в таком варианте, что в экспедиции, уже глубокую осень, я в экологической экспедиции, когда нам не присылали денег, зарплату задержали, нам было нечего есть, мы же в шахтерском поселке, а деньги кончились. Я играл в футбол за эту команду, шахтеров этих. И занимал уже все родника денег, чтобы прокормить нашу экспедицию. Потом деньги уже кончились, и холодно на улице. Я пошел на огород брошенный там чей-то, и накопал там картошки. Вот такой мороженый какой-то, не мороженый, она вот оставлена, чтобы притащил эту картошку, подхожу, а мне из окна мажут, кричат, Юра, поздравляем тебя, говорю, что твоя песня заняла первое место в стране. Это было первый раз, когда мы песню по радио передавали в Париж. Ты что, мой друг, свистишь? Мало того, что спели по радио, все стали слушать, а я не был там, кажется. А потом они, говорят, только кончили, перегорешь эту песню, получила первую премию на всесоюзном конкурсе в Москве. То есть я тут картошку с города ворую, а там первое место слил. Это было бой, не для меня вариант, как первое место в стране, тут пропадаешь. А у вас есть какое-нибудь увлечение такое вот сильное, ну, кроме, конечно, творчества? Творчество, это как раз не увлечение, а так дело. Я футбол люблю. Вот сейчас сегодня будет матч, как на зло, 6.55, олимпийский, наша сборная играет в Италии. Наверное, половина народа не придет, чтобы смотреть футбол. Самый интересный матч. Я люблю футбол, сам играл, мне первый разряд. Ну, сейчас я уже не играю, мне через месяц 8-60 лет же на пенсию иду. Ни заслуженным, ни народным, ни каким, и даже ни артистом. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным, полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Ну вот с этой простой, непритязательной, двухкуплетной песенки начались невероятные чудеса. Поэтам сразу не понравилась песня за туманом. Вот один из наших ведущих поэтов сказал, что песня за туманом лишена вообще поэзии. Поэзия состоит из сравнений, определений, метафор. У тебя, говорит, только глаголы, существительные и междометия. Есть два вынужденные определения, но они тебя не украшают. Первый это законченный чудак, а второй это невозвращенные долги. А долги, говорит, надо возвращать. И потом он говорит два раза за подряд, за запахом тайги, это же гетерфография. Потом, а я еду, три гласные подряд, какая-то блатняга, а я еду. Но независимо от этого меня позвали неожиданно и сказали, что я победитель первого ленинградского конкурса туристской песни. Я сказал спасибо. Я не знал ничего ни о конкурсе, ни о туризме. Меня выдолкнули на сцену и сказали, пой сам. Но я сам отказывался. Я говорю, что играю только в рейминоре на трех струнах. Так меня учили геологи. Голоса нет и не было. Но мне сказал Булат Акуджаво, что сейчас, если человек с гитарой считается так, чем хуже голос, тем лучше. А хуже меня на гитаре играет только сам Булат Акуджаво. Ну, после этого я стал петь тем, что есть, и пою, пока есть чем. Но вот эта песенка развивалась сама. Она была переведена в дальнейшем на 24 языка. Исполнялась во многих странах мира. Вошла в 7 кинофильмов. 6 миллионов тираж пластинки с этой песней. Сейчас больше. И вот через какое-то время на меня с неба стали падать деньги. Оказывается, я композитор. Нот я не знаю, стихи никому не давал. Так что любой человек может стать композитором в 5 секунд. Знать ничего не надо. Надо только песню придумать. Но существует такой закон. Вот у меня эту песню пели 12 эстрадных певцов только в одной Москве. Как они ее получили, я не знаю. Но когда поет эстрадный певец, 3% свалового сбора отчисляется автором. Это так называемые авторские права. И посылается. А моя песня даже в рестораны вовсе вошла. А их много, а там тоже 3%. Все это поехало в Ленинград. И я стал получать, радуясь и удивляясь, 1000 рублей в месяц просто так. По тем временам бешеные деньги. И получал так полтора года. Это было милое время. Но оно, к сожалению, кончилось. Песню петь перестали. И я снова поехал в экспедицию. И вот по дороге я опять изобрел песню. Она получилась грустной. Тема осталась та же. Еду за туманом, но с другим настроением. А в тайге поутра туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак. Знак рисует, вердит вопрос. Что же, что же, не так, не так, что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак. Изгибаясь, твердит вопрос. Что же, что же, не так, не так, что же не удалось? Заблудилась моя печаль Между пихт и берез И не действует по ночам Расстояние наркоз Расставаясь, шептал пустяк Ведь не видишь же ты насквозь Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак Рад стараться, твердит вопрос. Что же, что же, не так, не так, что же не удалось? Ариэлем хотел лететь Ни любви, ни забот Или в горы, как олитет Уходить каждый год Вбей в колено тоску кулак Удержи от ненужных слез Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной чудак Как замучил меня вопрос Что же, что же, не так, не так, что же не удалось? Когда я приехал, меня позвали И сказали, что я победитель второго конкурса Турийской песни Мне эта идея понравилась Я стал ездить каждое лето Но ехал-то я за туманом И приехал я в рудник Тимиртау В Кемеровской области И жил там в этом руднике в общежитии Там жили геологи девушки Я пришел к ним в гости И присидел с 8 до 11 на краешке постели одной из них У кого из трех, я не помню Теперь все три утверждают, что я сидел именно у нее Но не в этом суть Меня в 11 оттуда выгнала дежурная по этажу Я ушел отряд Там нельзя после 11 в женских комнатах находиться Чревато Я ушел, отреагировал как-то И написал песню о том, как я сидел с 8 до 11 на краешке постели И о чем мы разговаривали Сначала эту песню приписывали долго-долго Владимиру Семеновичу Высоцкому Он ее не пел, не записывал Я у него спрашивал А теперь стали приписывать иммигрантам разным Ну ее Вилли Токарев Вот мне записывали насчет Вилли Токарева Он не поет Ее поет Михаил Гулько Вот эта пластинка Гулько у нас ходит в стране Если вам попадется вот эта запись с оркестром А Гулько он поет в Америке Так вот эта песня называется «Гостиница» Это не гостиница в Нью-Йорке Это простое общежитие в руднике Тимиртау Ах гостиница моя, ах гостиница На кровать присяду я, ты подвинешься Занавесишься ресниц занавескою Хоть на час тебе жених, ты невестою Занавесишься ресниц занавескою Я на час тебе жених, ты невестою Бабье лето так и быть не обидится Всех скорее позабыть, с кем не видимся Заиграла в жилах кровь коня троянского Переводим мы любовь с итальянского Наплывает слов тумана в глазах укор Обязательный обман, умный разговор Сердце врет, люблю-люблю, на истерике Невозможно кораблю без Америки Ничего у нас с тобой не получится Как ты любишь голубой мукой мучиться Видишь, я стою босой перед вечностью Так зачем косить косой человечностью Коридорные шаги злой угрозою Было небо голубым, стало розовым А я на краешке сижу и не подвинулся Ах, гостиница моя, ах, гостиница Я на краешке сижу и не подвинулся Ах, гостиница моя, ах, гостиница Ну, в те же славные годы я придумал песни для туристов Я туристов люблю, они мои друзья, они мои песни поют Я победитель четырех конкурсов туристской песни Одного всесоюзного Но сам я ни в одном конкурсе лично не участвовал Ни в одном туристском походе сам лично никогда не был Я был в экспедициях, это похоже Но песню придумал давно, а стал слышать сейчас чаще, чем раньше Называется она «Говоришь, чтобы остался я» Я услыхал ее как-то по центральному телевидению в передаче «Земля сибирская» Показали общежитие буровиков в Сургуте Молодой буровик снял гитару со стены и запел эту песню Я, как всегда, обрадовался А журналист, который вел программу, сказал, что этот молодой буровик спел свою собственную песню Мне стало приятнее вдвойне, что песня народной стала Но из-за того, что нас лет 25 не подпускали к официальным каналам информации То есть к телевидению, к радио мы выступали перед студентами, в общежитиях, в залах даже иногда Но не по телевидению, а по радио Мне только одна песня за туманом звучала То теперь все авторство перепутано Сейчас все наоборот Сейчас мы выступаем где угодно и как угодно Но вот тогда было еще тише гораздо И вот недавно, уже в наше время, мы поехали такой марш мира Возглавлялся это Булата Куджава Почему марш мира, я до сих пор не могу понять Весь этот марш происходил в таком масштабе От Казани до Москвы Через Свердловск и Челябинск Вот так, кончалось все в Москве и в Ложниках И мы выступали на разных стадионах Такой компанией Там был Вахнюк, Егоров, Леня Сергеев, Олег Митяев, Женя Клячкин, Александр Городницкий Я уже не помню всех Ну, значит, мы ехали на стадионы И вот, значит, выступали мы в набережных Челнах 38 тысяч сидит людей Вечер уже, звездное небо, темно Посреди футбольного поля помост в прожекторах Выходишь на помост, ты один Поешь на 38 прекрасно сидящих тихо людей Только так аплодисменты, как волны издалека И вот велся это Альфред Тальковский Он вышел на этот помост, с гитарой вел Он так споет кусочек песни и вызывает автора Дошла очередь до меня Фред вышел и спел А я еду, а я еду за туманом Остановился и сказал молчащим тысячам Кто написал песню за туманом? Думаю, что сейчас все воздух наберут И 38 тысяч хором скажет Кукин! Он скажет Вот он! И я эффектно выйду Но эффект получился неожиданный Люди подумали, что с ними в буриме играет Он настолько четко сказал, что подожди надо отвечать в рифму Вот он сказал Кто написал песню за туманом? Тухманов сказал стадион Ну так в лужу и сели Я полчаса потом выпутался Ну вот эта песенка туристская называется Говоришь, чтоб остался я Говоришь, чтоб остался я Чтоб опять не скитался я Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна А мне б дороги далекие И маршруты нелегкие Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна Чтобы жить километрами А не квадратными метрами Холод, дождь, мошкара, жара Не такой уж пустяк И чтоб устать от усталости А не от собственной старости И грустить об оставшихся О себе не грустя Пусть лесною Венерою Пихта лапкой по нервам бьет Не на выставках на небе Изучать колера И чтоб таежные запахи А не комнаты затхлые И не жизнь в кабаках Рукав прожигать у костра А ты тверди, чтоб остался я Чтоб опять не скитался я Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна А мне б дороги далекие И маршруты нелегкие Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна Ну и еще одна такая простая Весенняя таежно-дорожная песенка Называется «Ну поедем» Ну поедем со мной Ну поехали В карай забытого детского сна Белка ждет с золотыми орехами Белоснежка глядит из окна Забредем в глушь лесную пахучую Забредем в предрассветный туман И с дружком или просто с попутчиком Будем петь про любовь и обман Где роса улыбается с листьев Солнцу свой распевая мотив Где стареют мужчины без писем И подолгу молчат, получив Нервный гул городского движения Рев турбин над его головой Нам шмеля заменяет гудение На машины стекле ветровом Горы головы в землю упрятали Обхватив их руками дорог Спины темные с белыми пятнами Как у тучных ленивых коров Не удержат нас за руки площади Не вернут нас в вокзалы назад Только память ручонкою дочкиной Осторожно погладит глаза Мы уйдем на зеленые просеки По дорогам заросшим травой Мы уйдем, вы напрасно нас просите Мы вернемся, клянусь, головой И холодный ветер, и сумерки в глазах Разорванным конвертом закончился азарт И новые заботы, и трудно, и легко От дома до работы совсем недалеко А все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето Время летит не удержать Дело не в этом Среди взволнованных людей И в блеске мокрых площадей Все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето Проснулся я от радости Ложился спать с печалью Сто восемьдесят градусов Умножены ночами Вчера так хмуро было Сегодня день каков И снег Всемирной гибелью Всех белых мотыльков А все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето И не хотят Листья летят Сорваны ветром Среди осенней кутерьмы И жизни радостной зимы Все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето Однажды было лето Оно внезапно началось Однажды было лето Оно так много значило Однажды было лето, что в памяти теряется Однажды было лето, оно не повторяется А все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето Время летит не удержать Дело не в этом Когда в душе Осенний дождь И ничего Уже не ждешь Все-таки жаль, что кончилось лето Кончилось лето Называется песня «Тридцать лет» Тридцать лет – это время свершений Тридцать лет – это возраст вершины Тридцать лет – это время свершений Тех, что раньше маме вершили А потом начинаешь спускаться Каждый шаг осторожненько взвеся Пятьдесят – это так же, как двадцать Ну а семьдесят – так же, как десять Тридцать лет – это время улыбок А не плачь и не смех со слезами Тридцать лет – это время ошибок За которые нет наказаний Тридцать лет – это синие горы Вкус находки и ужас потери Тридцать лет – это радость и горе Тридцать лет – это жизнь на пределе Тридцать лет – это песни и мысли Тридцать лет – это море и скалы Тридцать лет – это поиски смысла Тридцать лет – это все-таки мало АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руки любимых у них вместо квартир Я никогда в этом городе не был, не был Я все ищу, и никак мне его не найти Если им больно, не плачут они, а смеются Если им весело, вина хорошие пьют Женские волосы, женские волосы вьются И неустроенность им заменяет уют Я иногда проходил через этот город Мне бы увидеть, а я его не замечал Из-за молчания мыли за разговором Шел я по городу, выйдя и не повстречав Поезда мне, поезда мне не доехать И с самолетом тем более не долететь Он задрожит миражом, он откликнется эхом И я найду, я хочу, и мне надо хотеть Раньше геологи были очень умные и знали все Я всего этого не знал Вот они меня научили уму-разуму И я написал про них песню Называется она «Париж» Мы ее пели с ребятами три дня и петь бросили Она нам надоела Прошел год Спасибо большое Это не моя песня, Клячкина А мне не спеть Я думал у вас Я потом подойду Ну я так разбогатею Он попросил меня спеть песню Клячкина Я потом спою, попробую спеть эту песню Ладно, раз уж так получилось Я попробую спеть Но не сразу сейчас Я потом спою Я уже начал про Париж рассказать Потом, напомните только Ладно, рискну Я не пел никогда ее Но попробую Ради Жени ничего не сделать Ну вот И вот, значит Эта песня написала Париж Мы петь ее бросили Проходит год Сижу я там снова в тайге Слушаю приемник И вдруг поют Париж Первый раз мы песни пели по радио Все сбежали, стали слушать Вдруг кончили петь Говорят, что песня Париж Получила первое место Теперь уже в Москве На всесоюзном конкурсе Турийской песни Конкурс был при слете туристском Слет был туристский Тоже всесоюзный Кончался на Красной площади Торжественно И назывался так По местам былых сражений Ну Дело-то восьмое Что когда мы Сказали, что песня Париж Получила первое место Вот на этом конкурсе А конкурс-то ведь не военный Но мы заключали все Ура! Раз первое место на конкурсе При слете по местам былых сражений А потом задумались У меня же про геологов песня Про войну-то ни слова Вдруг на тебе первое место Когда я приехал в Ленинград Сказал следующее У меня в песне написано так Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж Ты посмотри, вокруг тебя тайга Здесь в тайге Все как в Париже Чай вместо коньяка Ман-Мартр, пожалуйста, у костра Бестро нет, но это пока Ну в общем Все как в Париже Есть такая фраза Немного подожди Потянутся дожди Отсюда никуда не улетишь Слово улетишь Стало весом словом Какой-то хороший человек Из-за слова улетишь Сказал членам жюри в Москве Что это песня французского летчика Эскадрильи Норманди Немен Песня, значит, стала неожиданно военной Я победителем этого престижного конкурса Ну, можно подумать и так Там точных указаний нету Но песня Париж посвящается Все-таки моим друзьям Геологам Они просили раньше об этом сообщать Ты что, мой друг, свистишь Мешает жить Париж Ты посмотри Вокруг тебя тайга Подбрось-ка дров в огонь Послушай, дорогой Он там, а ты у черта на рогах Здесь, как на пляс бегаль Весельем надо лгать Тоскою никого не убедишь А-а-а-а Монмартр у костра Сегодня, как вчера И перестань Не надо Парапариж Немного Подожди Подтянутся дожди Отсюда Никуда Не улетишь А-а-а Бестро здесь нет Пока Чай вместо коньяка И перестань Не надо Парапариж Закрыла горы мгла Подумай о делах И перестань Не надо Парапариж Ну а теперь Совершенно фантастическая история Связанная с этой песней Песня Париж Недавно надела Такие чудеса Которые за туманом Не могла в свое время сделать Я не ожидал От Парижа этого Она тихой мирной смерти Умирала уже 25 лет Как написано Никто ее уже не пел В принципе И вот она недавно Высказалась Да как еще Ко мне неожиданно В квартиру пришел человек Ну до этого Я получил еще письмо От другого человека Ну это ладно Но пришел ко мне Неожиданно в квартиру В час ночи Раздался звонок И входит То есть я открыл дверь Стоит человек Мужчина высокий Лет 45 И говорит Что он приехал из Парижа Что он парижанин На чистом русском языке Ну выясняется Что он иммигрант Москвич Что он лет 19 назад В Москве Сдуру Женился на француженке Он был срезарем На заводе Женился на француженке И та почему-то Не захотела жить В Москве Он почему-то Захотел жить В Париже Ну теперь он живет В Париже Небольшой капиталист И у него ностальгия Он наслушался Моих песен И вот он сказал Из песни Париж Вычислил что Я хочу побывать в Париже Ты правда хочешь В Париж Я говорю Какой дурак не хочет Тогда говорит Я приглашаю Я говорю Только с женой Без жены не пойду Тем более в Париж Он говорит Ну хорошо с женой Мы пошли с ним В консульство французское Он вышел оттуда Через полчаса Вынес с ней приглашение Консул подписал И уехал в свой Париж А мы с женой пошли В АВИР районный Ничего теперь не надо Ни тебе каких-то Анкет Там характеристик С места работы Ничего не надо Только заявление И приглашение И стали ждать Прошел месяц Пришли паспорта Это было Три года назад В октябре месяц В сентябре И месяц прошел Пришли паспорта Я достал Кое-как билеты И поездом СВ Мы значит Через ФРГ и Бельгия 46 часов езды Приехали в Париж Мать честная Люди копья ломают Чтобы в Париж попасть А я не собирался Пришел и сказал Хочешь Париж? Хочу, пожалуйста Мы выходим Мать честная Париж Действительно Глазам не верят 40 дней Я жил в этом Париже Вот рубашка 40 дней Я раньше билеты обратно не достал Там с билетами тоже туго делал Ну там 40 дней Это долго В общем-то Я через две недели Мы уже домой хотели Но 40 дней Там все-таки Потом привык Постепенно Появился еще очень хороший человек Меценат Никита Трушин Такой Он меня спас Жизнь в принципе И вот значит Мы Ну мало того Я еще выступал Кое-где там На пупу вертелся Чтобы как-то прожить 40 дней Я же не в командировке Не в гастроях Он меня пригласил И забыл Среди делами заняться Я по телевидению выступил Там минуту спел Предача Русские в гостях У Миттерана У Фредерика Миттерана Там были Мигрантские писатели Лимонов и прочее А я как гость В конце Одну минуту спел Полторы тысячи франк Затем В лицее русском выступил Ну где учат Славянскому языку Затем Ну еще там кое-где Но самое-то интересное Что я попал в свою песню Вот все что я написал Все там состоялось У меня написано Здесь как на Пляс Пегаль Веселем надо лгать А Пляс Пегаль Это веселая площадь в Париже Я жил в пяти минутах Ходьбы от нее Моя остановка Метро называлась Барбес Рашушу А кто был в Париже Знает что Барбес И Пегаль рядом Мой Барбес Это Пегаль Все это вместе Находится у подножья Холма Монмартр Который у меня у костра Я там даже гулял В этом холме Дальше значит Ну Бестро тоже там кругом Коньяк меня встречает тоже А вот Что поразительно Первая фраза моя Ты что мой друг свестишь Мешает жить Париж Ты посмотри Вокруг тебя тайга Тоже сбылась В Париже вокруг меня была тайга В буквальном смысле этого слова Вот Меня пригласил вот этот мужчина Оказался не кто-нибудь Он оказался владелец Маленького ресторана С названием Тайга В Париже Вот я сидел В этой тайге И пел Ты посмотри Вокруг тебя тайга И все улыбались Я пел Здесь как На Пляс Пегаль Улыбка становилась шире Я пел Монмартр Улыбка стра Начинали уже хлопать Потом подходили Спрашивали Ну вы что уже не пять раз в Париже Я говорю нет Первый Откуда же вы знаете Монмартр В Пляс Пегаль Он сейчас уехал В Израиль Вот недавно пришли Песенки Вот оттуда Очень грустные Кстати песни Вот новые Ну я их Потом не очень сложный петь Евгения Клящикина По той причине Что он блестяще играет на гитаре У него совершенно другая манера Он гитарой владеет Как раз специально Под гитару он подгоняет Такие песни Не сложный Песня Ну про Псков Там скажем Мне попросить Спеть сигареты И пиши колечко Мне не спеть эту песню Она не в моей тональности Она в румбе Мне просто не сыграть Я другую песню спою И расскажу Очень забавную историю С этой песней Это одна из красивейших песен Евгения Клящикина Как смогу Сакомпонировать Мне не ругать Из-за этого И как смогу Спою Речь будет не в самой песне А в рассказе Про то событие Что с ней произошло Значит песня Такая ассоциативная Нежная песня Называется Ключи Не гляди назад Не гляди Лучшие имена Переставь Спят в твоих глазах Спят дожди Ты не для меня Их оставь Перевесь подальше Ключи Адрес Поменяй Поменяй А теперь Подольше Молчи Это для меня Мне-то все равно Все равно Я уговорю Сам себя Будто все За нас решено Будто все Ворует Судьба А только Ты не веришь В судьбу Значит Просто Выбрось ключи Я к тебе В окошко Войду А теперь Молчи Перевесь подальше Ключи Адрес Поменяй Поменяй А теперь Подольше Молчи Это для меня Адрес Адрес В этой экспедиции Ко мне Пришла К общежитию Где я жил Целая группа Молодежи Это были футболисты 16-летние 18-летние мальчишки Мальчики Подростки И их 16-летние подружки Они очень вежливые Ребят Сказали Юрий Алексеевич Мы знаем Что вы песни Пишите Спотни Я вышел И сидел На заваленке И часа два Пел им песни И вот Среди этих песен Я спел им Вот это Не гляди назад Не гляди Подходит Ко мне девочка Вот такой Маленькая Такая полненькая И говорит Мне очень понравилась Вот эта песня Евгения Клячко Не гляди назад Не гляди Можно я ее Запишите мне ее Пожалуйста Я говорю Я так пишу Что тебе не разобраться Давай я буду диктовать А ты пиши И продиктовал ей Не гляди назад Не гляди Она написала Я сверху посмотрел Что она написала Я потом Жене Клячкину сказал Он месяц Эту песню петь не мог Лирика была Забита на мясо Она назад Написала отдельно Причем она так и думала Как это все Выснилось потом Никуда она что Я говорю Вот Женя Ты ассоциативна Ассоциативна А тебя народ Понятно Весомо Вот такая была Ну а теперь я спою Такую одну грустную Грустную песню Это самая моя грустная песня Из всех моих песен Я тоже ее посвящаю Евгению Клячкину Я ее пел в день его отъезда Эта песня Я был когда он уезжал Мы ее провожали здесь А там дальше Это очень грустная песня Написана не по этому поводу Эта песня личностная Опять же моя Про меня Но она очень попала На Евгения Саковича Называется Она остается Осенняя песня Я ехал В поезде смотрел в окно Была поздняя осень Солнце Ярко светила, но не грела Лес был пестрый Красивое все вместе Было ужасно печально Ну убежишь, ну убежишь За горизонт А ведь уже не тот азарт Какой скажи, какой скажи Тебе резонт Когда не держат тормоза Когда другим глядеть в глаза Как раньше Просто нету сил И от себя не убежать И остается только ждать И жить, как жил Вот так всегда, когда проходишь рубежи Где без расплаты чудеса И навсегда Однажды выдумана жизнь А в самом деле полчаса И остается только ждать Под синюю напряженных жил И от себя не убежать И остается только ждать И жить, как жил И стук колес И сердце стук Во сне Сливаются в один И шелест книг И синий свет витрин Все это позади Осенняя печаль И солнца свет На всей земле Единственный пожар От ветра у травы Как где-то от любви Ресницы задрожат Я знаю, нет твоей вины Как нет конца пути Я знаю, что продолжить надо путь Хоть некуда уйти И остается убеждать себя Что нет причин для правды Или лжи И от себя не убежать И остается только ждать И жить, как жил А за окном, а за окном Летят года По рельсам этих дней И только на губах Слезиночка дождя Вдруг стала солоней Как мне понять, как угадать И прикоснуться к шепоту Рассыпанных волос Но остается только ждать И жить, как жил И слушать стук колес Зачем же ждать Чего-то ждать, как новую беду И прятать грусть И прятать грусть Она у всех, как прежде, на виду Мелькнет удача Мелькнет удача Та, которую ты так не дорожил И от себя не убежать И остается только ждать И жить, как жил Кроме таких песен У меня сейчас песни детские То есть на детском сленге Взрослые песни С взрослыми мыслями, так сказать Я много работал с детишками Лет 20 с лишним И их было много Три школы по 400 детей в каждой И 800 бабушек в каждой школе Дети были маленькие Они их водили на каток Ну вот, значит, я с ними занимался Их было много Я был один Это не могло не отразиться на моей психике Песни стали инфантильные Сказки такие Вот такие сказки Из-за того, что я долго работал с детьми Теперь, наверное, дети Поэтому я издевался над ними на катке Заставлял их кататься Они падали Значит, я Теперь они мне мстят Если в зале есть хоть слабого здесь нет Если в зале есть хоть один маленький ребенок Желательно мальчик Он мне всегда что-нибудь устроит обязательно Я однажды выступал На огромный симметричный зал Там был всего один маленький мальчик Сделал на колени у своей мамы в первом ряду Лет четырех Я пел всего две песни Концерт был большой Он попал снайперским Выставил мои две песни Это было в Красноярске Концерт назывался «Смех, смех, смех» Я тогда работал в лет концерте И нас всех послали туда Очень много артистов На дворец спорта Семитысячный На острове на Енисей Стоит в Красноярске Мне было сказано Спеть две песни Концерт был очень смешной Там были лицедеи Там были Савояры, ансамбль Там были эти самые Сфорсов и Гаджанян Беннадий Александров Куплет Сеня Альтов Читал рассказы Тейх, басни В общем, все было очень весело И смешно Мне было сказано Петь две песни всего Ничего не говорить Поскольку 7 минут на выступление Я не говорить ничего не могу Я выйду на 7 тысяч людей Которые никогда меня не видели И запою Что они обо мне подумают Я должен сказать Что я автор Мне все можно Вот, значит, я вышел Сказал, что я выступаю Я говорю Нахожусь в центре Сибири В Красноярске По дворце спорта Вот эти, говорю, понятия Спорт и Сибирь Родили мои песни Я говорю Окончил институт физкультуры А потом, говорю Много лет работал Каждое лето В геологических экспедициях В ваших краях И только это сказал Громче всякой аппаратуры На все 7 тысяч Пронзительный детский крик Папа! Вязал тут зелёк А я вскочил Говорю Да нет, 20 лет назад работал Ещё усугубило это дело Мальчик начал шалить Мама ему шлёпнула Он позвал папу на помощь Своего родного папу А вписался в меня Я оказался самым смешным номером Об этом весь город говорил Ходить по улицам было нельзя Я иду, сзади кричат Папа! Я обернусь, никого не знаю Вот что он раздел Маленький мальчик один Ну для затравки Песня называется Старый сказочник Я старый сказочник, я знаю Маленький мальчик